Давайте теперь поговорим о плагинах. Важно о них знать. Какие бывают плагины, зачем они нужны. Мы с вами ранее разговаривали о модулях. Сейчас в начале этого видео я хочу поговорить о плагинах, которые шли в комплекте компонентам DJ Class и Fields, то есть установились вместе с компонентом. Переходим в админку, переходим в расширение плагины. Отсортируем по отключено. И на самом деле их не так и много, этих плагинов, которые шли в комплекте с DJ Class и Fields. Рассмотрим мы с вами не все. Вот их сразу видно, они помечаются DJ Class и Fields. Отсюда досюда. Вот они всего. Остальные плагины не имеют отношения к данному компоненту. И первый плагин это Page Break, разрыв страницы. Я хочу вам показать, что он может значить. Но для начала, чтобы вы понимали, я покажу наглядно на примере какого-нибудь объявления. Перехожу в DJ Class и Fields, перехожу в объявление. Например, возьму любое объявление. Вот у нас есть редактор, например. Какой-то текст. Дальше, например, я хочу разорвать страницу. Вот здесь вот есть такая ссылка, разрыв страницы. Здесь можно написать демо, например. И здесь демо. Дальше вставить. В редакторе это вставляется такая пунктирная линия. Ниже нее можно написать какой-то другой контент. То есть это может быть большой текст, картинка, видео до разрыва и после. И как это будет на сайте без плагина. А потом с плагином посмотрим. Я сохраняюсь. Перехожу, значит, в это объявление. И как бы ничем это не примечательно. Вот это слово описание. Дальше просто линия и видео. То есть как бы внешне это ни о чем не говорит. Но если при этом мы с вами включим плагин PageBreak. Давайте посмотрим плагины. DJ Classifields PageBreak зайдем. Он у нас отключен. Мы его включаем. То есть этот плагин он от DJ Classifields. И у нас есть небольшие настройки. Enable plugin. То есть включить ли его у нас стоит есть. Он уже включен. И есть три эффекта. Без эффекта. Аккордеон и Tabs. Вот давайте Tabs посмотрим. Сохранить. То есть при включенном этом плагине. Если вы в описании будете вот так разрывать страницу. Что происходит? Я обновляю страницу. И появляется, понимаете, как бы вот. Видите, при наведении там уже анимация. Вот это демо слово. То есть вот это описание. Демо слово. Оно как бы является по сути вкладкой. Если я кликаю. Видите, всплывает. А то, что находится после разрыва. И так может быть сколько угодно. Дальше сделать разрывов. И, соответственно, есть разные варианты. Например, аккордеон в плагине. Сохраняемся. Иду на сайт, обновляюсь. То есть получается уже такой некий аккордеон. У нас вот свернуто это. Может быть, если добавить еще вариантов, будет разворачиваться. И нон, ну типа, наверное, нету. Нет эффекта. Посмотрим. То есть просто без эффекта. Ну как бы ни о чем, по сути. То есть вот либо аккордеон, либо табс. Вот так вот работает именно этот плагин. То есть на ваше усмотрение. Учитывая, что мы с фронтальной стороны при добавлении объявлений, мы с вами отключили редактор. То здесь пейджбрек человек, конечно, не вставит. Это уже надо как-то либо включать редактор. Не каждый об этом знает, что можно так разорвать страницу. В общем, кому-то, может быть, пригодится этот плагин, кому-то нет. Давайте движемся дальше. Вот этот следующий плагин DJ Classy Fields. Этот плагин, он относится к платежным варианту. То есть оплата объявления. Мы с вами рассмотрели ранее PayPal. Это все заграничные ресурсы, вот эти платежные шлюзы. Они для России не очень подходят, поэтому мы его рассматривать не будем. Дальше DJ Classy Fields Bank Transfer. Ну, вот это вообще, как бы, на самом деле, очень полезный плагин. Его мы с вами рассмотрим. Вы на сайте можете организовать оффлайн-оплату за услуги объявлений ваши. Поднять объявление вверх или баллы покупать, как хотите. Что он делает? Давай сначала вам покажу. Вот пока у нас с вами была PayPal. Вот если мы сейчас с вами зайдем, давайте я авторизуюсь как тестовый пользователь. И зайду, например, баллы. Хочу пакет баллов, да, купить. Если я захожу купить, мы видим способ оплаты, который мы ранее рассмотрели, PayPal. Вот сюда может добавиться оффлайн-оплата. Это если вы не хотите принимать онлайн-платежи по каким-то причинам, может быть, в начале. То есть, по идее, что получается? Добавится еще одна оффлайн-оплата. Она автоматически никаких действий не производит. То есть, клиенту, вашему человеку, вашему посетителю не начислится автоматически никаких баллов, никаких услуг. Он с вами договаривается устно. То есть, с вами связывается, вам как-то на карту банка или еще переводит денег. Нажимает оффлайн-платеж и просто выбирает тот тариф, какой ему нужен. Выбирает оффлайн-платеж. И вы в админке просто будете видеть, что он выбрал и вручную ему начислите баллы или что он там приобрел. Или поднимите ему вручную его объявление вверх. То есть, кому-то, может быть, это подойдет на первых этапах. С другой стороны, этот способ чем хорош. Все вот эти платежные системы, они дико берут комиссионные. Большие проценты забирают. Очень невыгодно, я считаю, пользоваться этими платежными системами. Но обратная сторона медали хороша тем, что это происходит в автоматическом режиме. Хоть днем, хоть ночью вы спите или бодрствуете, вы не за компьютером. Человек в другом часовом поясе может приобрести здесь объявление, не заморачиваясь, купив. И вам автоматически деньги пошли на счет, когда вы спите, например. Вот чем хорош автоматический платеж. То есть, это PayPal и любые другие переводы онлайн. Но я хочу все-таки рассмотреть этот плагин. Обратите внимание, если его просто включив, он не появится. Вы должны обязательно здесь вот что-то добавить. Ну, то есть, отводите редактор. Вы можете просто написать здесь условия, правила или еще что-то. Я напишу просто тест. Вы можете, конечно, писать там какие-то, какую-то документацию здесь прислать или еще что-то. Это все будет видно. То есть, плагин включаем. Пишем здесь информацию банковского счета. То есть, это может быть и информация банковского счета. Нажимаем сохранить. Как только мы его сохраняем, на этой странице обновляемся. То есть, я хотел купить баллы. Вы видите, добавился сразу оффлайн платеж. Здесь такая плитка, да, с кнопкой купить. И самое главное, как это будет работать. Давайте я вам еще раз покажу. То есть, человек, тест, хочет купить баллы оффлайн платежом. То есть, это 100 рублей, баллов 500. Цена 100 рублей. Вот я ставлю, что я согласен с политикой конфиденциальности и так далее. Нажимаю купить. Все, по сути, больше ничего не происходит. Запись об этом действии, она в админке прописалась. То есть, человек в этом случае ничего не получает. Автоматически ничего ему не начисляется. Единственное, смотрите, он получает вот этой процедуре ID платежа 20. Он с вами договаривается как-то устно, да. То есть, он с вами связывается через почту, пересылает вам на банковскую, например, карту деньги. И потом нажимает тот тариф, какой ему надо, выбирает здесь. И присваивается ему ID. И вы вручную ему прописываете то, что он купил. То есть, как я уже и ранее говорил. Как вы это можете видеть? Вы в админке как администратор. Переходите в DJ классы Fields. Но чтобы вы видели, что человек у вас на сайте приобрел, да. Чтобы он вам не говорил там, я хочу то-то, то-то, я хочу там пакет баллов такой-то. Хотя он и так может сделать. Вы переходите с платежи и просто видите, что он выбрал. Вот они все будут наверху. То есть, ID 20 платежа, вы помните, вот он, ID платежа 20. Здесь ID платежа. Вы можете видеть, что он выбрал пакет баллов, имя пакета, цена этого пакета, оффлайн платеж, вы это видите. И кто это? Тест ID его, его IP и дата, когда он это сделал. И можете потом пройти в пользователя и просто начислить ему эти баллы. Или статус здесь. Начат в ожидании завершен отмена. Ну, то есть, самое главное, вот что делает этот плагин, да. Он показывает вам, что в админке, в платежах он, что он выбрал, данный человек. И вы уже вручную ему начисляете. Возвращаемся с вами в плагины. Дальше, вот это тоже платежная система, тоже заграничная. То есть, нам она не подходит. Вот это тоже платежная система. То есть, мы их с вами не рассматриваем. Казалось бы, где же еще, да. Там, например, робокасса какие-то для русскоязычных. А на самом деле это все, возможно, есть. Есть, на самом деле, премиум плагины. Это очень крутые вещи. Мы сейчас как раз тоже начнем их рассматривать. То есть, премиум плагины, они ставятся отдельно на джумлу для DJ Class of Fills. И покупаются отдельно. То есть, они в составе DJ Class of Fills не идут. Так сказать, сливки. То есть, крутые какие-то возможности. То есть, чтобы DJ Class of Fills компонент в плане функционально очень круто, то нужно эти плагины докупить. Вообще, как с ними ознакомиться, какие они существуют.